Коллеги, доброго дня! Меня зовут Илья, компания Epimatico. Отвечаю за бренд Fanvil. Можете обращаться ко мне со всеми вопросами, контакты будут в конце презентации. Мы являемся дистрибуторами китайской компании Fanvil по некоторым линейкам продуктов. И основная группа товаров, по которой мы работаем с компанией Fanvil, это домофоны и устройства для оповещения. И сегодня наш вебинар посвящен именно этому оборудованию. Также у Fanvil есть замечательные линейки отельных телефонов, также еще некоторые специализированные продукты, например, телефоны для колл-центров. Но сегодня хотим сфокусироваться на основных наших решениях для домофонии и оповещения. Немножко про компанию Fanvil. Более 20 лет уже на рынке вы, наверное, знаете об этом производителе, как об одном из ведущих мировых, сейчас уже находящемся в топ-2, в топ-3 в разных странах производителя офисных IP-телефонов с колоссальным опытом, с большой R&D-командой, но и также семимильными шагами компания Fanvil выходит на рынок домофонии в том числе. И мы, компания Epimatic, являемся дистрибутором по этим направлениям. На данный момент направление домофонии мы в России представляем эксклюзивно, так что обращайтесь с удовольствием, поможем, подскажем, проекты зарегистрируем и оборудование на тест, конечно, выдадим. Не можем немножко не похвастаться, по итогам работы в 2021 году получили специальную награду от Fanvil «Прорыв года», чему крайне рады и признательны вендору за такую награду. Поговорим, собственно, про продукты, про продуктовую линейку всех домофонов от Fanvil. Устройство бывает как аудио, так и видео. Если у некоторых производителей уже есть, в принципе, только видеодомофоны, у нас философия немножко другая. Мы понимаем, что очень многим заказчикам видео и камера в домофоне, в принципе, не нужна, поэтому предлагаем и ту, и другую линейку. Но в любом случае, какие бы устройства заказчик не выбирал, он получает прекрасное качество решений с HD-аудио, с их компенсацией, или плюс еще HD-видео с камерой 2 Мп. В зависимости от форм-фактора и модели устройства доступны различные способы доступа по разным сценариям. Ввод пароля, если мы говорим про устройство с полной клавиатурой, с помощью RFID-карты для устройств, в которых есть считыватель. Ну и в любом случае, конечно, доступен дистанционный доступ. Оператор, жилец дома, охранник офиса может дистанционно открыть дверь, когда ему кто-то позвонил, если он хочет человека впустить. Сферы применения у этих домофонов самые разные. Конечно, в первую очередь, понятное дело, что домофоны применяются в жилых домах, в апартаментах, в частных домах в том числе. Но это далеко не единственная сфера, да и, возможно, и не самая основная, потому что, на самом деле, подобные устройства устанавливают и могут быть установлены в самых разных местах, в общественных пространствах, в офисах, в торговых центрах, ну и в местах лишения свободы. Это достаточно популярный кейс по всему миру, где подобные мандалоустойчивые переговорные устройства могут быть установлены. И да, все устройства от компании Funville, они являются домофонами в полном смысле этого слова. То есть у них есть релье для управления замками, для открытия дверей, для размыкания замков. Но также корректно будет называть их интеркомами, просто вызовными панелями и любым другим обозначением, потому что, ну, использовать их только как домофон, конечно, никто не заставляет, и сценарий применения может быть различным множеством. Ну и в названиях всех устройств, мы сейчас дальше увидим продуктовую линейку, они как раз начинаются с буквы I, от слова интерком, по-английски, ну, как-то вот в нашей русскоязычной традиции, в нашей компании у нас уже устояло, что мы называем их домофонами, но и то, и то является, конечно, корректным. Если мы говорим про устройства уличного применения, опять же, у Funville есть и незащищенные устройства для внутреннего применения, и линейка защищенных для применения на улице. Достаточно высокие степени защиты по разным параметрам, пылевлагозащиты IP65, антивандальности К10, максимальный показатель по этой характеристике, и возможность работы в экстремальных температурах от минус 40 до 70, это то, что подтверждено китайскими лабораториями. Они заявляют, конечно же, и у нас были проекты, когда устанавливались домофоны на севере России с более низкими температурами, ну, вот именно документально по даташитам заявлено от минус 40. Производитель с юга Китая не всегда верит, что вообще бывают где-то температуры еще более низкие, но по факту такие установки у нас тоже были. И вот, собственно, модельный ряд. Начнем с уличной серии, с устройств, которые можно применять как раз вне помещений, и которые обладают вот этими вышезаявленными высокими степенями защиты. От более простого к более сложному пойдем от более дешевых моделей к более дорогим. Вот такие простые, понятные устройства с одной кнопкой вызова, где ничего нельзя перепутать, ничего другого нельзя набрать. Их часто используют как терминал получения справки, помощи или экстренного вызова в случае каких-то ситуаций. Они могут быть с камерой и без камеры. Ну, соответственно, модель i16s без камеры, без видео, i16sv, ну, собственно, с видео. Рекомендованная розничная цена, как видите, отличается не сильно, 243-255 долларов. Ну, то есть, примерно сопоставимое значение, но, с другой стороны, если камера не нужна и не нужен сценарий по ссылке видео-звонков, то зачем тогда эти 8 долларов переплачивать? Здесь в этом плане тоже все логично. Те, кто давно знают и знакомы с оборудованием от Funvel, знают, что раньше была модель i12. У нее был более простой дизайн. Это, собственно, i16sv, это обновленная i12-я модель в новом дизайне. Она действительно стала более современной, более хай-течной, более привлекательной, но цена, как вы можете заметить, не изменилась. Так что еще более высокое качество можно получить по той же цене, что и раньше. Вот как раз один из сценариев применения таких устройств с одной кнопкой. Фотографии с тестовой установки на автозаправках, где можно получить консультацию, нажав на одну кнопку на терминале самообслуживания. Устройства в другом дизайне и в каком-то смысле более продвинутые, потому что кроме кнопки вызова они также оснащены считывателем RFID-кар. Здесь уже они по умолчанию идут с видеокамерой. Вариантов только с аудио нет. Две модели i61 и i62. Новая линейка от Funvel в черном дизайне, которая по отзывам наших партнеров, заказчиков, всем очень нравится и говорят, что выглядят очень красиво и симпатично. Два устройства также мало отличаются по цене, но и сами по себе они действительно отличаются мало. i61 более компактный, у него меньший размер и сенсорная кнопка. У i62 кнопка физическая, ну и немножко другой дизайн, немножко другие габариты. В целом, остальном по характеристикам устройство идентичное. i63 – это по сути модификация модели i62 с пятью кнопками вызова. Почему именно с пятью? Ну вот инженеры Funvel, маркетинг от Funvel проводил исследование, выяснили, что в среднем по миру именно пять кнопок вызова являются популярным решением для каких-то апартаментов, небольших офисов, жилых домов. Ну, наверное, в первую очередь жилых домов европейского типа, когда такие невысокие таунхаусы с небольшим количеством апартаментов. Естественно, все пять кнопок можно подписать, и здесь тоже не возникнет у пришедшего гостя проблем с тем, чтобы понять, что набирать, куда звонить, какой набирать вход. У меня есть только пять вариантов нажать на кнопку того места, куда он пришел. И i64 – форм-фактор, размеры, габариты такие же, но здесь уже полноценная клавиатура, 16-кнопочная, не 12, не 10, а полные 16 кнопок, то есть дополнительные, возможно, сделать дополнительные программированные клавиши по необходимости. И все те же возможности, все то же качество, тот же считыватель RFID. Карточки, кстати, идут в комплекте, две штуки. Ну, понятно, что может понадобиться больше, но тут все работает по стандартным протоколам. Конечно, проблем с покупкой, условно, на любом углу карточек тоже нет, каких-то тут хитростей, дополнительных сложностей не будет. Ну, i64, да, уже подороже, 369 долларов, рекомендованные розничные цены. С помощью подобных устройств можно реализовывать не только сценарии звонков и открытия, не открытия двери, но и, например, сценарий круглосуточного видеонаблюдения, потому что можно видео постоянным потоком посылать, например, на монитор или также на видеотелефон или на какие-то другие устройства и смотреть, что происходит за дверью. При необходимости делать запись, как постоянно, так и по наступлению событий или по срабатыванию датчика движения, ну или просто перед охранником поставить монитор, чтобы он в режиме постоянном видел, что происходит. Таким образом, домофон еще и дополняет систему видеонаблюдения, но и, по сути, может заменить в одну из точек, одну из камер видеонаблюдения. Но при этом при звонке также вторым потоком видео пойдет уже на то устройство, куда приходит звонок, так что одно другому не мешает. И почему домофоны, да, как я говорил, потому что они умеют открывать и закрывать двери, разблокировать замки. Ну и, собственно, по стандарту Wigan можно поддерживать различные магнитные замки, внешние читыватели карт и при этом управлять двумя дверьми, что тоже может быть полезно, нужно в различных сценариях, например, в банках каких-то защищенных территориях, где есть как бы шлюзовое помещение, требуется открывать, закрывать две двери недалеко друг от друга. Теперь перейдем к внутренней серии. Это уже устройства незащищенные по IP, по ИК. Подразумевается, что их можно использовать, ну, где-то в офисных помещениях, где вряд ли кто-то будет что-то специально ломать. Но при квартирном тамбуре уже непосредственно перед входом в квартиру на лестничной клетке, в гостиничных номерах, особенно в номерах высокого класса, когда просто так, даже при наличии ключа, чтобы даже сотрудники отеля не могли просто так зайти в гости, его нарушить без предварительного звонка. Ну, тоже сценарии могут быть самые разные. На самом деле у нас их закупают и ставят в том числе и на улицу, иногда даже не закрывая козырьками, и все прекрасно работает, и жалоб не возникало, но все-таки это уже на свой страх и риск могут делать заказчики. Все-таки здесь степени защиты высоких от погодных явлений не заявлено, так что гарантировать на 100% не можем. Но зато розничная цена уже меньше 100 долларов. Вот, например, такое простое устройство с одной кнопкой вызова, без камеры, i10s. Ну и габариты у него небольшие, он очень компактный, 10х10х3 в толщину сантиметра. Более продвинутая модель той же серии i10sv с видео. Ну, здесь тоже буква V означает наличие видеоканала. Стоимость чуть побольше, но в нем есть встроенная 1-мегапиксельная камера. Если в домофонах уличной серии, как я говорил, у всех у них камера 2 мегапикселя, ну, здесь немножко попроще, 1 мегапиксель 720p. С помощью таких устройств, да, как я уже сказал, сценарий можно реализовывать самые разные, но вот самый распространенный, простой, это контроль доступа в офис, когда видео или аудиозвонок с этого устройства приходит на телефон, который внутри уже у секретаря, у сотрудника или у охранника. Таким образом, если все это суммирует, можно решать задачи самые разные, не только просто открытие-закрытие двери, контроль доступа в помещении, но и более специфические, как видеонаблюдение, автоматический вызов по срабатыванию какого-то датчика, разграничение доступов по графику день-ночь, рабочие дни-выходные и так далее. Так что это не только прямая связь с одной стороны двери к другой, но и дополнительный сценарий, дополнительные возможности. То есть, по сути, это не просто домофон, но по своей философии, как он позиционируется вендором, устройство все в одном, и работающая и на безопасность компании жильцов, или другой организации, где они установлены, интегрируется в систему телефонии и в систему видеонаблюдения. Несколько примеров использования, чуть более подробно, некоторые схемы как-то могут работать, например, в бизнес-центрах, в основе сети АТС под 3CX, например, почему бы и нет, видеовызов может проходить по СИПУ, например, на телефон с функцией приема видеовызова Fanvil X210i, и при этом по RTSP, постоянный видеопоток, записывается на видеорегистратор, и там можно, охранники, диспетчеры могут посмотреть картинку или посмотреть запись. Есть и применение в поездах. У нас даже были такие примеры, когда в метрополитенах тестировали это оборудование, в некоторые составы ставили. Тут могут использоваться, опять же, разные устройства, по-разному вмонтированные именно сами вагоны, для того, чтобы пассажиры могли в случае чего связаться с машинистом или с какой-то службой помощи, получить справку или сообщить об экстренной ситуации. То есть это могут быть как накладные устройства, так их можно врезать непосредственно куда-то в металлический корпус состава, или более простые устройства с одной кнопкой, как ID-10s, про которую мы говорили. Также, естественно, они должны работать как дополнительная точка видеоконтроля. Но дальше еще поговорим про наши хитрые устройства, которые называются шлюзы-контроллеры, PA-2, PA-2s. То есть это, по сути, домофон, сделай сам, и их тоже удобно. И как раз вот их мы вставляли для реализации в составах метро. Их удобно спрятать в корпус, наружу вывести только необходимые интерфейсы, микрофон, спикер, кнопка вызова, а все остальное убрать под каркас вагона, чтобы ничего нигде не торчало, не мешалось, не выглядывало. Ну, конечно, когда мы говорим про домофонах, самый первый приходящий нам сценарий – это многоквартирные дома, собственно, жилые дома. Ну, наверное, у каждого из нас, кто живет так или иначе в квартире, есть домофон в каком-то виде. Ну, сейчас они, в принципе, уже, наверное, близко к 100% многоквартирных домов в России оснащены какими-то домофонами. Здесь тоже могут быть разные сценарии. Обычно это устанавливается домофон с полной клавиатурой для того, чтобы пришедший гость мог набрать номер квартиры. Ну, или, если это только вход на общую территорию ЖК, то, соответственно, набрать номер квартиры в конкретном доме. Ну, например, прописывают это через звездочку или через решетку, первый корпус, квартира 200, 1 звездочка 200. Ну, то есть в этом тоже никаких проблем нет. Позвонить в какой-то конкретный подъезд тоже можно с любого устройства. Дальше уже на входной двери в подъезд непосредственно должно быть устройство контроля доступа. А в самих квартирах у самих жильцов могут стоять как аудиотрубки, например, опять же, от Funvel H2U, так и видеоустройства. Но в любом случае чаще всего для использования в таких сценариях сразу при монтаже берут видеодомофон. Потому что даже если, скажем, 5 или 10% жильцов согласятся поставить у себя внутри более дорогой видеопанель, то почему бы и нет? Ну, понятно, что если в подъезде 100 квартир, то разница в цене 10 долларов между аудио- и видеоустройством настолько сильно размазывается, что даже для 5-10% жильцов вполне можно это сделать. Без привлечения получаются копейки. Те, кому это не нужно, да, поставят себе аудиоабонентское устройство, и тоже никаких проблем не возникает. Но всем нам привычные домофоны и трубки. При входе в дом тут сценарий будет стандартный. Есть еще кейсы, у нас тоже были такие запросы, на жилье элитного класса или какие-то коттеджи, где как раз встают домофоны с одной кнопкой вызова, для того, чтобы нельзя было побеспокоить жильцов непосредственно, нельзя было позвонить в квартиру, чтобы можно было только кнопкой вызова позвонить охраннику и с ним вести беседу, и уже он, чтобы провел первичный отсев пришедших гостей, например, агентов по рекламе, чего бы то ни было, отсеивал на первом этапе. Вот про вызывные панели поговорили, теперь немножко про ответные части. Вот как раз уже упомянутый выше Funnel H2U. Буква H в названии модели у слова отель, потому что изначально телефон профессионировался как отельный телефон для ванных комнат, но, конечно, никто не запрещает использовать его в разных сценариях, в том числе, как и ответное устройство в проектах домофонии. И, если уж быть честными, то даже большее количество у нас уходит именно так, и именно туда. Потому что всем нужны красивые, приятные, тактильно приятные, в том числе, трубки, при том недорогие, но, как вы видите, RRC около 60 долларов на экране, которые не ломаются, хорошо смотрятся, и которые можно использовать как ответное устройство для домофона. В нем есть программируемые кнопки, то есть при нажатии на эту кнопку можно открыть дверь, впустить человека, который пришел. Ну и также, кроме этого, ничто не мешает использовать это устройство и просто как еще один телефон дома позвонить охране, другим жильцам, ну или просто позвонить по городской линии, куда бы не нужно было. Это не просто домофонная трубка с одной кнопкой, но еще и телефон, что в целом тоже не лишнее, потому что, по сути, увеличение стоимости здесь к этому не приводит, но почему бы и нет. Вот интересное устройство Funvil i10SD, буква D от слова Dual, 2, потому что в нем две кнопки. Как видите на пиктограммах, ну, конечно, запрограммировать их можно как угодно, и можно просто звонить на два номера в две компании, например. В целом устройства с двумя кнопками вызова именно не так популярны. И раньше, например, было устройство i1202 с двумя кнопками, сейчас теоретически тоже можно заказать модификацию, но мы даже ее не предлагаем в стандартных прайсах, потому что, ну, почему-то такие устройства не заходят, как-то оказывается, что они не нужны. То есть вроде с одной стороны сценарий понятен, что две кнопки, например, SOS и Info, как в московском метрополитене на каждом шагу, или две компании на одном этаже с двумя дверьми, оно, по факту, это оказывается не очень нужным и популярным, поэтому такие устройства поставляются только под заказ. Но вот такого формата устройств по i10SD более популярны, более интересны, потому что оно используется именно как ответная часть для аудиозвонков. То есть при звонке с вызывной части i10s, у которой цена около 100 долларов, ну и здесь тоже примерно сопоставимые числа, можно, соответственно, принять звонок нажатием на одну кнопку и нажатием второй кнопки, если нужно дверь открыть. То есть получается такой комплект в вызывной ответной части в пределах 200 долларов, который может работать пер-ту-пер по СИПО или в рамках всей телефонной сети и отрабатывать функцию контроля доступа. Забыл какой-то пункт про эти устройства, но не суть. Но, конечно, это не только в жилых домах он может присутствовать, но и, например, в гостиницах тоже такие кейсы, когда снаружи, именно при входе в номер гостиничный, гость может позвонить, но, соответственно, стоялец ответить и в случае необходимости, не вставая с дивана, например, нажать на кнопку и гостя впустить. Ну, не только аудиоответные устройства, конечно, людям нужны. Все более и более становятся популярными, уже даже, наверное, в первую очередь интересуются видеопанелями. Тут у Fungle есть целая линейка, от и до, и по цене, и по возможностям. Самая простая, меньше 100 долларов, модель i51w. Все они поддерживают Wi-Fi, у всех есть вот эта буква W на конце, у всех несколько сип-линий, несколько функциональных клавиш, но основные отличия в чем? Вот 51-я модель, у нее всего 5 кнопок функциональных и небольшой экран 4,5 дюйма. Модель чуть подороже, i52w, это примерно все то же самое, но уже с экраном 7 дюймов. То есть здесь лучше картинка, больше картинка, лучше разрешение. Может быть полезно, если нужно что-то разглядеть, быть уверенным, кто к вам пришел, ну или, например, для престарелых людей, которым уже сложно на мелкие экраны вглядываться. Здесь также 5 функциональных программируемых клавиш, с которых можно позвонить, например, на камеру, позвонить на домофон, как на камеру, принять вызов, открыть дверь. Вот тут сценарии настройки тоже могут быть разные. Можно какую-то экстренную кнопку настроить, что опять может быть важно для жилых помещений, когда, например, у пенсионеров должны быть какие-то тревожные кнопки, вот одно из них можно настроить, опять же, на этом устройстве, они будут значить, что если вы нажмете на пиктограмму человечка, то автоматически пойдет вызов, например, на службу 112. i53w по размерам, по форм-фактору идентичен i52w, но здесь уже сенсорный экран, то есть, ну, возможностей для настройки больше, и можно прописать различные сценарии не только на программируемых 5-ю клавишах, но и на экране. Новая линейка в черном дизайне, более стильная, опять же, недавно мы были на выставке Securica в Москве тоже большинство гостей стенда соглашались с тем, что новый дизайн устройств, что вызовных панелей в черном цвете, что ответных в тоже таком черно-сером дизайне. Более симпатичный, более интересный, ну, почему бы и нет? Но, с другой стороны, выбор тоже нужно оставлять, поэтому у нас есть и такие, и другие, чтобы клиенты могли выбрать то, что им больше нравится, больше подходит, в том числе и по дизайну. Ну, здесь уже операционная система Android, большой сенсорный экран 7-дюймовый, ну, и розничная цена немножко побольше. Ну, и вот самая топовая на данный момент модель 57A, тоже на Android, тоже с питанием попоев, 5-дюйма, также сенсорный, с большим разрешением 1080 на 800. Ну, вот на данный момент такое самое топовое, ну, и самое дорогое, в том числе устройство, ответное от Funvel, 370 долларов. Вот, распойлерил уже немножко про эти шлюзы-контроллеры, от Funvel тут поподробнее с картинками. Модель по A2S за 188 долларов РС, ну, то есть, по сути, это коробочка, в которой можно подключать различные устройства, различные интерфейсы, как и родные от Funvel, например, спикер, микрофон, камеру, кнопку вызова или несколько кнопок вызова, например, так и какие-то сторонние датчики, в том числе даже аналоговые камеры. Все это завести в СИП, саму коробку спрятать, нужно интерфейсы вывести, так как нужно на терминале самообслуживания, или в лифте, или в поезде, опять же, или в любых других установках. И вот, все оно будет работать, то есть, получается такой домофон Do-it-yourself, что называется. То есть, ничего лишнего, не нужно покупать, собственно, корпус домофона, тратить лишние деньги на это. Удобно, быстро, можно собрать то, что нужно в конкретной задаче. Да и модель PA3, она больше подходит для оповещения, скорее, чем для контроля доступа, и вот таких вот возможностей, где еще требуется контроль доступа. Конечно, точку получения помощи, вызова, связи, тоже можно, потому что, наверное, собрать, но надо помнить, что у нее отсутствует реле, то есть, открыть-закрыть дверь, с помощью конкретного устройства, мы не сможем, но зато добавлено HD-звук, кодеки G722 и Opus, и поддержка внешней кард-памяти. То есть, для проектов, где нужно еще, кроме всего прочего, ввести экстренное оповещение или постоянное оповещение с фоновой музыкой и какими-то объявлениями, на аналоговых колонках, не переплачивая за SIP-колонки, вот это может идеально подходить, так что пользуйтесь, устанавливайте задачи, такие тоже можно без проблем решить. У Funnel есть и SIP-колонки теперь тоже в модельном ряду, так что, ну, варианты решения таких задач теперь тоже разные, можно ставить SIP-колонки от Funnel, можно, например, реализовывать через шлюз PA3, а те и другие варианты доступны в зависимости от конкретных проектов. Вот один из вариантов схемы применения устройства PA2S, где соединяются в единую сеть и вызывная панель, и в данном случае аналоговая, электрический замок, переключатели, IP-камеры, все это заводится в единую сеть. Да, вот как раз набор аксессуаров, который может быть с камерой или без камеры, для того, чтобы собрать домофон самому в нужном корпусе. То, про что я говорил, но вот здесь, на этом слайде с ценами, с картинками, с конкретным его названием, если вам будет нужно, называется он PA2KIT, ну, или без камеры PA2KIT NC, ноу-камера. Тоже еще несколько примеров того, как это может выглядеть, и в каких устройствах они могут устраиваться. Ну, и вот, да, более конкретный пример, как оно работает в лифте. Нас просили не говорить, в каком конкретно, но в одном из самых высоких зданий Европы, в Москве, в лифтах, установлен такой комплект для контроля, для безопасности, для видеонаблюдения и для, в случае чего, вызовая помощь кнопкой экстренной связи в лифтах. Немножко про еще одну группу устройств, в которой консоли, мониторинга и оповещения. В первую очередь, это просто IP-телефоны серии X от Funvel, но не простые, а с расширенными возможностями, с дополнительными хитростями, с богатым функционалом, ну, и, конечно, цена у них немаленькая, то есть товар в целом штучный, понятно, потому что каждому сотруднику в офисе, например, ну, или в жилые дома такие устройства ставить не нужно, но именно для охранников, для секретарей, для администраторов в супермаркете, которым нужно следить за всем и делать какие-то объявления еще параллельно, если что, да и желательно, со свободными руками. Вот такие устройства незаменимы, поэтому у нас часто будут проекты, когда в ассортименте много различного оборудования и один или два подобных телефона для каких-то вот диспетчерских. Характеристики подробно на экране, как видите, максимально продвинутые, ну, зачитывать, конечно, не буду, но я думаю, что вы заметили, что основное отличие этого устройства еще наличие микрофона гусиная шея, вот этого выносного, есть модификация без этого микрофона, она дешевле, ну, или с дополнительным микрофоном, что тоже удобно и в режиме свободных рук можно делать какие-то объявления. На этих устройствах три экрана, два экрана в правой части корпуса по сути являются, ну, можно сказать, модулями расширения, шести значений DSS, а основной экран в центре корпуса, он еще может принимать видеозвонки, поэтому он не является видеотелефоном в полном смысле, у него самого нет камеры, но принимать видеовызов он может, что для таких проектов с видеодомофонами нужный и полезный функционал. Как раз подробнее про сценарий применения, использования как устройств для видеонаблюдения, ну, потому что X210i поддерживает видеокод у каждой X2604, и в этом смысле проблем здесь тоже не возникает. Понятное дело, что не только и еще и другие сценарии могут использоваться, например, дистанционное, опять же, управление домофонами, шлагбаумами, чтобы, например, в каком-то отдельно стоящем офисе на несколько этажей охранник мог управлять всеми входами, контролировать с разных сторон, переключаться с одной камеры на другую, с домофона на домофон, и полноценно осуществлять безопасность объекта. Оповещение нужно, опять же, в разных сценариях, я говорю про супермаркет, ну, например, в школах, учебных заведениях, в больницах в случае какой-то экстренной ситуации, тоже это не лишнее, но и бывают ситуации, когда каждая секунда на вес золота. Вот, например, на картинке вот этого кейса, который готовили наши китайские коллеги, здесь подразумевается использование SIP-спикера, например, тот же самый SIP-спикер от Funnel HHS-01, который тоже продается и доступен для тестирования, для покупки. Вариантов подобных устройств несколько, как я говорил, ну, вот, более простой без гуси-мешей X210 без буквы I, он подешевле, и есть, наоборот, более продвинутые модификации, например, A32 или A32i, также с микрофоном в уси-мешей или без него. На андроиде с большим 10-дюймовым сенсорным экраном с дополнительными возможностями, ну, и, как вы видите, розничная цена тоже у этих устройств выше, но в каких-то современных компаниях, в современных диспетчерских, где все должно быть классно, дорого, богато, современно, вот, тоже можно поставить. Ну, и понятно, что в комплексном проекте, если охраннику нужно поставить один вот этот классный телефон, то, ну, это не такие большие деньги, это, конечно, не каждому сотруднику, например, тысячи человек, их нужно устанавливать. Здесь об этом речь не идет. Вот как раз упомянутая СИП-колонка от Funville, FHS01, 270 долларов розничная цена, отолочный СИП-динамик, встраиваемый, с функциями бейджинга, обещание MP3, двусторонние связи. Если вы знаете, может быть, помните, но, если нет, то это не так и важно. Раньше у Funville тоже были СИП-колонки, но они не поддерживали MP3, и это было основным таким камнем предкновения для многих сценариев, потому что, ну, например, если это супермаркет, то нужно, чтобы играла фоновая музыка постоянно, а в случае чего сделать объявление, что там сотрудник подойдите на такую-то кассу. Но и по форм-фактору также Funville проводил долгое исследование и выяснил, что именно вот такие врезные модели более популярны, более нужны заказчикам, поэтому в итоге у нас появилась продажа модели FH-S01 в таком исполнении с таким функционалом. Ну, варианты использованы, опять же, разные, ну, только фоновая музыка, конечно, ну, и разные варианты звонка, звонки по расписанию, что, опять же, для учебных заведений может быть полезно экстренное оповещение, мультикаст, это все возможно и доступно. По своим возможностям по функционалу также все, что нужно, предусмотрено, как сильный громкоговоритель, усилитель, цифровой преобразователь, все это присутствует. Кодеки, все необходимые, и мощность звука до 15 ватт, что тоже для средних помещений вполне достаточно. Есть также в ней встроенный микрофон, поэтому, соответственно, колонка поддерживает обратную связь, то есть через нее буквально можно поговорить, попросить о помощи, получить консультацию, получить экстренную какую-то связь в сложных ситуациях. Про уведомления, в целом, сказали, но чуть более подробно на экране с конкретными кейсами. Конечно, думаю, вслух проковаривать, зачитывать все слайды я не буду. Вот как реализован режим мультикаст 10 многоадресных зон с реалитетами. Сценарии применения, опять же, в комплексе с домофонами, опять же, с теми же самыми телефонами из 210, про которые мы уже говорили, и с оповещением через FHS-01, например, в школах, в бизнес-центрах, в лофтах, в каворкингах, в торговых центрах, что тоже нужно и популярно. Понятно, что здесь не только один супермаркет можно обустроить, но и весь торговый центр, который бывает крайне большим по площади. Про оборудование на этом моменте мы, пожалуй, закончим. Немножко про то, как и где можно получить больше информации, какие-то интересные кейсы. Ну, во-первых, хочу заметить, что на сайте pangl.com есть удобный поиск по разным кейсам в разных странах, в разных сферах использования, в том числе в России, Беларуси, но там, понятно, что кейсы на английском языке. У нас на сайте ipmatika.ru также можно найти различные кейсы применения и в отельной сфере для отельных телефонов и по безопасности, на русском, ну или, если что, можете обращаться к нам, мы поделимся какими-то примерами, которые, ну, просили в открытом доступе, например, не размещать, но в частной беседе, в презентациях мы их можем упоминать, так что нужны будут какие-то примеры, обращайтесь. Несколько примеров таких сразу, которых нет в интернете в открытом доступе, но они существуют. Вот, например, в прошлом году у нас был проект замена именно аудиоответных устройств в жилом комплексе, в комплексе апартаментов в Москве на 500, более 500 апартаментов, каждый нужно было поставить по аудиоответной трубке. Один из европейских производителей ушел с российского рынка, поэтому оперативно искали замену и трубки Фанвел прекрасно с этой задачей справились. Здесь уже конкретного заказчика мы рассказать можем. Лерой Мерлен по всей России модернизировал в прошлом году парковки, используя устройства от Фанвел в разных сценариях. Устройства с полноценной клавиатурой использовались для того, чтобы гость мог набрать номер своего заказа и уже подъезжая после открытия шлагбаума к пункту выдачи, получить его буквально сразу, потому что информация моментально передавалась в пункт сбора заказов, что такой конкретно заказ нужно передать. Вот здесь конкретно на картинке тот момент, когда еще конкретно функциал не работал, поэтому они так ярко выделили красным кнопку вызова, но как только доработали свой собственный софт, чтобы заказы выдавались быстро и конкретно, эта тоже функция заработала, ну и просто аудио устройство с одной кнопкой вызова, опять же, чтобы поговорить с охранниками, получить помощь на парковках, это крайне популярный сценарий. Еще один пример ЖК Новая Голландия или просто Голландия, честно, я уже не помню, в Рязани. Также нужны были ответные устройства для квартир, но видео устройства, поэтому здесь нам помогли видеопанели Funville серии i5, но интерес этого кейса в том, что устройство работает по СИПУ, по стандартным протоколам, и соответственно, если есть уже сами домофоны вызовные устройства, или если домофоны от Funville по тем или иным причинам не подходят, ничто не мешает использовать ответные части от Funville с домофонами других производителей, как и в обратную сторону. Так что здесь все взаимодополняемо, взаимозаменяемо, и такие проекты модернизации, ну или первичного оснащения можно проводить постепенно или на разных брендах, если заказчику так нужно, здесь проблем нет. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, если вы смотрите этот вебинар в записи, то прямо сейчас подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, мы все комментарии читаем, если нет, там очень много полезной информации, в том числе и по бренду Funville, по совместной работе Funville с производителями коммуникационных платформ Ястар 3CX по конкретным решениям коммерческой недвижимости в отелях и так далее, какие-то примеры, именно записи с камер, все это есть, так что можете изучить плейлист Funville на канале Appimatic. И несколько новостей, буквально финальная уже часть моей презентации, не могу ни поделиться, ни рассказать, что не относящийся напрямую к безопасности продукт, Wi-Fi трубка Linkville W611W, Linkville это неопечатка, это суббренд от Funville, именно для Wi-Fi телефонов. Про это мы проводили отдельную презентацию, вы можете посмотреть, в том числе презентацию Григория Лямина, маркетинг-менеджера Funville в России, на эту тему подробнее про эту трубку, а мой посыл в том, что они приехали, они есть, они продаются, первая коммерческая партия пришла в Россию, так что можете их заказать прямо сейчас или взять на тест. Не забывайте, что у нас постоянно проходят какие-то акции, подарки, дополнительные возможности. На ряд моделей Funville, ну в основном, то, что называется end-of-life продукты, мы снизили цены. Ну, вы видите, да, что официально на момент записи вебинара акция заканчивается завтра, но если вы смотрите вебинар в записи позже, вы обращайтесь, в том плане, что мы всегда можем найти какие-то возможности, предоставить специальные условия для партнеров, найти более подходящее оборудование, если есть проблемы именно с бюджетированием, так что задавайте вопросы, мы всегда найдем ответ. И другая акция, которая у нас действует в этом квартале, это подарки при покупке определенных моделей. Вот Funville, сувенирный набор от вендора или такой вот классный рюкзак, сумка, очень стильный, интересный, так что можете купить некоторое оборудование от Funville и получить дополнительные подарки себе или своим заказчикам, почему бы и нет. На этом все, мои контакты на экране, если у вас есть какие-то вопросы, пишите, пишите обязательно вопросы, комментарии и мне на почту нам все ответим. Всем спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok